Первых жертв клещи могут искать уже в марте-апреле, когда просыпаются от зимней спячки. В мае и июне они становятся особо опасными. Немного успокаиваются летом, а осенью у них начинается второй пик активности. Обычно клещи поднимаются на растения, траву, невысокие ветки деревьев и кустов и цепляются за проходящих мимо животных и людей. Поэтому их всегда гораздо больше на обочинах дорог и тропинок, чем чаще леса. Жертву свою клещи могут почуять с расстояния в 10 метров. При появлении человека они на него приползают и ищут то место, где можно присосаться, прикрепиться с тем, чтобы уютно себя чувствовать. Как правило, они ползут снизу вверх, ищут места наиболее тонких участков кожи. Зачастую это отмечается в области ушей, паха, шеи. Но, как показывает практика, чаще всего они крепятся на внутренней поверхности бедер. Был интересный анализ, проведенный мною в прошлом году, когда из числа обратившихся в травмпункт по поводу нападения клещей, мы проанализировали, и из числа пострадавших, скажем, свыше 300 человек, где-то 70%, если взять за 100% всех, то находились в районе Зеленого Гая и посадки 3-4 микрорайона. Остальные 10-15% были нанесены укусы клещами в разных местах Красного Луча, ну, скажем, в скверах, огородах, в дачных участках. Укус клеща может вызвать разные заболевания, иногда и со смертельным исходом. Специалисты уверяют, от клещей нашей местности можно заразиться только боррелиозом или болезнью лайма. Первый случай зарегистрировали в 2006 году. С начала этого сезона из 9 заболевших в Луганской области трое краснолучан. На теле или на коже тела появляется пятнышко, мы говорим гиперемия. Потом это пятнышко распространяется в своих размерах, от 1-10 см может достигать 30-60 см. Но в центре этого пятна, как мы называем эритемия, находится стержень, где как раз сосредоточен клещ. Он может иметь не полностью, так сказать, свою структуру тела, но хоботок или головоголовка, которая всосалась в верхние слои эпидемиса и на всем протяжении нахождения происходит инфицирование всего организма. Это необходимо всегда помнить. Понятно, что этим не заканчивается. У человека могут появляться разные симптомы. Все они сводятся к тому, что поражается прежде всего не только кожа, но и нервная система, отмечается поражение костей, то есть опорно-двигательная система. Если мы видим, что человек прежде всего отмечает у себя боли на месте укуса, дальше боли в мышцах, суставах и могут поражаться внутренние органы, в частности сердце, отмечаются миокардиты. Сейчас борелиоз не представляет серьезной опасности и излечивается. Медики утверждают, главное – вовремя начатое профилактическое лечение. Профилактическое лечение проводится всем, кого укусили клещи, потому что по анализу прошлого года были случаи, когда были укушенные, сами извлекли клеща, и были случаи заболевания. Кто получал лечение, ни один человек не заболел борелиозом. Поэтому в любом случае, там пять дней принимаются таблеточки и все, и человек не заболеет. Если этого не сделать, то вероятность заболевания есть. В травматологический пункт ежедневно обращаются 3-4 человека, на тело которых присосался паразит. С начала сезона таких пациентов уже около 50. Врачей это количество не пугает. Они призывают краснолучан не пытаться самостоятельно вытащить клеща. Человек, который подвергся укусу клеща, ну, надо самостоятельно этот клещ не вынимать, потому что очень мало кому удается извлечь клещ без того, что там остается головка или ножки его. Поэтому в лучшем случае человеку необходимо обратиться в травматологический пункт. Здесь профессионально удалят клеща. Попытаться его намазать жиром, намазать маслом, оно ни к чему не приводит. Клещи не выделяются или не вылазят от того, что их намазать чем-либо. Поэтому, если попытаться его просто оборвать, головка остается внутри кожи. От укуса крошечным хищникам никто не застрахован. А обезопаситься можно. Желательно, чтобы была соответствующая одежда. То есть, надо, если там спортивный костюм, чтобы он был с резинками, чтобы клещ не мог свободно попасть на тело. И желательно пользоваться, конечно, на природе спреями, которые от комаров, которые отпугивают комаров, клещей. Это будет хоть какая-то защищенность. Придя с природы, конечно, обсмотреть детей, обсмотреть себя. Клещей можно также принести домой с полевыми цветами, травой, на одежде. Поэтому будьте внимательны, чтобы отдых на природе ассоциировался только с приятными воспоминаниями. Гульнара Гильдеева, Юлия Чичулина, новости телекомпании «Луч».